в этом видео разберем как купить монету тонн с помощью мониторинга обменных пунктов bestchange.ru это один из старейших сервисов которому точно можно доверять давайте посмотрим что они пишут о себе сами мы постоянно думаем о безопасности ваших обменов поэтому в нашу базу входят исключительно надежные и безопасные обменные пункты в наш список никогда не будут исключены обменные пункты с плохой репутацией все предлагаемые на bestchange обменники являются надежными сервисами прошедшими всестороннюю проверку лично я неоднократно пользовался этим сервисом для того чтобы найти подходящий пункт для обмена по покупке криптовалюты или продаже криптовалюты и никогда этот сервис меня не подводил всего в базе bestchange.ru более 400 обменных пунктов и работают они все по принципу P2P обмена то есть когда вы отдаете одни деньги например рубли и получаете в обмен криптовалюту которую вам необходимо купить или наоборот когда вы например продаете криптовалюту а получаете в обмен рубли направлений обмена достаточно много все их можно посмотреть в левой части экрана то есть можно менять одну криптовалюту на другую можно менять электронные деньги балансы криптобирж, использовать интернет-банкинг, денежные переводы и даже наличные деньги. Поэтому, скорее всего, с вероятностью 99,9% вы найдете здесь нужный вам вариант для обмена. Данные о курсах обмена в разных обменных пунктах обновляются один раз в 5-8 секунд. То есть достаточно частое обновление, поэтому вы всегда видите актуальную стоимость. Обновлять страницу для этого не нужно. Прежде чем мы перейдем непосредственно к покупке монеты ТОН, вам необходимо убедиться, что вы попали на официальный сайт, а не на какой-то мошеннический. Для этого посмотрите в адресную строку браузера и здесь обязательно должен быть протокол HTTPS. На конце обязательно буква S. Это защищенный протокол и вот такой закрытый замочек. В разных браузерах могут отличаться сами иконки, но принцип и суть одна и та же. Это закрытый замочек и обязательно HTTPS. Ну и далее сам адрес bestchange.ru. Вероятнее всего, под этим видео будет сразу правильная ссылка, по которой вы сможете перейти и попасть на официальный сайт мониторинга BestChange. А теперь перейдем к выбору подходящего обменного пункта. В левой части экрана вы видите две колонки. «Отдадите» и «Получите». То есть «Отдадите» – это та валюта, которую вы будете отдавать, то есть за которой вы будете покупать тот или иной актив. И вторая колонка «Получите» – это та валюта, которую вы хотите приобрести в данный момент. Давайте выберем самое популярное направление. Например, возьмем «Сбербанк» и возьмем тот же «Эфириум». Почему я сейчас не выбрал сразу тон, я объясню чуть позже, вы это увидите. Итак, мы сразу видим рейтинг обменных пунктов. Они здесь выстроены по стоимости. Сверху всегда самая низкая стоимость, и чем ниже, тем стоимость выше. Естественно, нам гораздо выгоднее отдать меньше денег за один и тот же объем покупаемого нами актива. Поэтому выбирать обменный пункт нужно в первую очередь исходя из этого параметра. Но это не главный параметр, потому что есть еще и другие. Давайте их сейчас разберем. Напротив каждого обменника вы видите вот такие вот значки, которые подписываются. То есть есть всплывающие подсказки. Каждую всплывающую подсказку вы можете почитать. Давайте посмотрим. Данный обменный пункт не фиксирует курс обмена на момент создания заявки. То есть когда вы перейдете на сайт обменного пункта, там будет указан текущий курс обмена. Но мы видим в подсказке, что данный обменный пункт не фиксирует курс обмена на момент создания заявки. Это значит, что курс может поменяться в процессе. Это не обязательно, что этот курс будет менее выгодным для вас. Возможно, стоимость даже будет ниже И, соответственно, вы заплатите даже меньше, чем изначально этот курс показывался на момент оформления этой заявки То есть курс может уйти как в плюс, так и в минус Просто чтобы вы имели это в виду и понимали, что такое возможно случится Давайте посмотрим следующий значок Вот еще один значок Данный обменный пункт фиксирует курс обмена в заявке при изменении биржевого курса не более чем на 1% Следующий значок Данный обменный пункт может потребовать верификации документов клиента Или задержать обмен для проверки других данных Чаще всего это бывает при значительных суммах обмена И бывает, что запрашивают так называемую верификацию Она не совсем KYC, но она тоже является верификацией Например, просят сделать селфи с вашим паспортом или водительским удостоверением Чтобы убедиться, что вы не какой-то мошенник, не обманщик И что вы действительно переведете средства И вот для этого некоторые обменные пункты при определенных обстоятельствах или условиях Которые у них внутри прописаны Они могут потребовать вот такой вот верификации В этом ничего страшного нет Я тоже такие верификации проходил Просто делаешь селфи и отправляешь им в соответствующие поля, которые там представляются Давайте посмотрим еще один Так, также верификация банковской карты клиента То есть, почему это происходит? Потому что есть мошенники, которые всяческим образом пытаются обхитрить вот эти обменные пункты И как-то делают так, чтобы, в общем, себе деньги получить, а в обменный пункт не отправить Как это делается, мы не знаем Мы не являемся мошенниками Поэтому наша задача сделать все по-честному И обменные пункты также защищаются от таких потенциально мошеннических действий Поэтому могут запросить Верификация банковской карты клиента Это вы, когда фотографируетесь, держа в руках вашу банковскую карту На которой виден номер этой банковской карты Или когда не вы фотографируетесь, а просто вы фотографируете саму банковскую карту В общем, условия обозначены в каждом обменном пункте Там все подробно, даже со скриншотами, как это все правильно сделать Это все будет описано Дальше еще один значок Данный обменный пункт работает в ручном или полуавтоматическом режиме Я, как правило, не обращаю внимания на этот значок Потому что бывают обменные пункты с автоматической работой А бывают с полуавтоматической То есть, когда вручную операторы, работники, сотрудники проверяют Пришла ли оплата И когда она пришла, они, соответственно, отправляют вам то, что вы покупаете А есть автоматические пункты, которые автоматом при поступлении средств Они автоматически отправляют на ваши счета то, что вы покупали Не имеет особого значения И в том, и в другом случае все происходит достаточно быстро Еще один значок На данном обменном пункте требуется регистрация для создания заявки на обмен То есть, это значит, что вам нужно будет зарегистрироваться с помощью Ну, как правило, это электронная почта Пароль Авторизация И только после этого вы сможете создать заявку на обмен Еще один значок Данный обменный пункт принимает средства через сторонние платежные системы Это означает, что у данного обменного пункта есть сторонний сервис С помощью которого они принимают оплату от клиентов Разными-разными способами То есть, в одном варианте обменный пункт может принимать оплату, скажем, напрямую на банковскую карту То есть, когда они вам отправляют просто номер банковской карты Вы туда переводите деньги А есть сервисы, которые работают с агрегаторами платежей Которые принимают на себя разные способы Разные варианты оплаты Вы можете выбрать там электронные деньги Криптовалюта В общем, разные-разные способы Через этот сервис вы оплачиваете Деньги поступают к ним на счет Они после этого отправляют В общем, опять же, это тоже по большому счету Особого значения не имеет Следующий важный момент, на который вам стоит обратить внимание Это минимальная и максимальная сумма Возможная для обмена Вот, если мы посмотрим сейчас на обменник 365 кэш Кстати, я в нем не один раз менял, насколько я помню Мы вот здесь вот видим От 20 тысяч до 150 тысяч То есть, минимальная сумма, с помощью которой вы можете купить эфириум Это 20 тысяч То есть, если вы захотите купить на 10 тысяч То вы не сможете этого сделать Потому что минимальная сумма 20 Или если вы хотите купить более чем на 150 тысяч Вы тоже не сможете этого сделать Потому что максимальная сумма 150 тысяч Как правило, чем меньше минимальная сумма, тем выше обменный курс, то есть тем больше вы заплатите за единицу актива. Следующий момент, на который мы смотрим, это колонка резерв. Это та сумма в покупаемом активе, в данном случае это эфириум, который находится на счету у данного обменного пункта. И еще один очень важный момент, на который точно стоит обратить внимание, это колонка отзывы. И нажав на цифру с отзывами, мы провалимся в данные об этом обменном пункте и сможем почитать соответственно отзывы. Кроме того, также здесь расположена и дополнительная информация об этом обменном пункте. Давайте почитаем обменный пункт «Трансфер-24». Зеленая галочка. Подводим. Видим, что данный обменный пункт прошел дополнительную проверку, что, конечно же, является большим плюсом для нас в плане надежности и безопасности. Дальше статус обмена, курсов обмена, сумма резервов, возраст 5 лет 9 месяцев. На BestChain находится 5 лет и 1 месяц. Страна Эстония. В Эстонии есть легализованные криптовалютные лицензии, поэтому, конечно, в Эстонии очень много разных обменных пунктов. Ниже мы можем посмотреть на свежие отзывы от пользователей. Конечно, встречаются и негативные отзывы, но я никогда не воспринимаю их за чистым нет, потому что сами пользователи бывают невнимательными, что-то неправильно сделали, или, может быть, действительно администрация как-то неправильно сработала. Мы всегда можем посмотреть, что на конкретный запрос отвечает администрация обменного пункта и понять, что произошло. Всегда нужно ориентироваться на большинство. То есть, если большинство все-таки положительных отзывов и нет каких-то прям страшных критических отзывов негативных или в большом их количестве, то, конечно, можно спокойно доверять этому обменному пункту. Потому что все-таки обменные пункты дорожат своей репутацией, они хотят находиться на мониторинге обменных пунктов на BestChain, потому что с этого они зарабатывают свои деньги. Мы разобрали критерии, на которые стоит обращать внимание при выборе того или иного обменного пункта. А сейчас я покажу вам еще один, очень, на мой взгляд, простой способ, как это сделать быстрее и удобнее. Для этого есть вкладка «Калькулятор». Например, я хочу отдать 10 000 рублей. 10 000 рублей через Сбербанк, получить Эфириум и учитывать комиссии платежных систем. Нажимаю кнопочку «Рассчитать». И в этом случае мониторинг обменников выдает мне только те обменные пункты, которые удовлетворяют условиям моего запроса. В данном случае это сумма в 10 000 рублей. Как мы видим, большинство обменных пунктов серые, то есть они не работают с такими цифрами. А вот есть один обменный пункт, который называется «Касса». Он выделен черным цветом. Соответственно, в этом обменном пункте я могу купить 10, вернее, могу обменять 10 000 рублей на 0.03, 0.04 и так далее Эфириума. То есть я сразу вижу, какое количество Эфиров я получу. Или мы можем сделать иначе. Например, я хочу получить 0,05 Эфира. Опять же, учитывать комиссии. «Рассчитать». И опять же, мы видим только те обменные пункты, которые работают с такой суммой. Это «Касса», это «Эксмани». И я смотрю, что за 0.05 Эфира через обменный сервис «Касса» я получу 16... заплачу, вернее, 16 410 рублей. А в обменном пункте «Эксмани» я заплачу чуть побольше 16 541 рубль. То есть на практически 130 рублей больше. Мне кажется, такой способ достаточно быстрым, простым, удобным. Я всегда им пользуюсь и вам тоже рекомендую. Потому что он исключает большое количество тех обменных пунктов, которые не работают по условиям, которые вам необходимо выполнить. То есть, например, у вас есть определенная только сумма денег. И для того, чтобы понять, работает этот обменник или нет, нужно либо просматривать его каждый, либо переходить на сайт каждого обменника и там смотреть, а могу ли я такую сумму поменять и так далее. Поэтому я всегда пользуюсь вот таким способом. Если вам он понравился, то используйте его тоже. Ну а теперь перейдем непосредственно к покупке монеты «Тон». Итак, в левой колонке я также выберу «Сбербанк». Ну, вернее, он у меня уже выбран. В правой колонке мне нужно выбрать «Получите». Я хочу получить «Тон». Здесь я его не вижу. Обратите внимание, есть еще одна монета, которая называется «Трон». Это не то, что нам нужно. В данном случае нам нужна монета «Тон», а не «Трон». Будьте, пожалуйста, внимательны. Для того, чтобы увидеть эту монету в списке, мы перемещаемся в самый низ и вот здесь вот нажимаем на галочку «Развернуть полный список валют». Снова перемещаемся вверх и просто вот так вот идем и ищем. Вот она «Тон Коин» в скобочках «Тон». Вот как раз эта монета нами нужна. Нажимаем. Или есть еще один вариант, как найти это направление. Мы нажимаем на кнопку «Список» и вот здесь вот выбираем «Отдадите Сбербанк», а получаем «Тон Коин». Как вы видите, по направлению «Сбербанк» «Тон» работает пока только один обменный пункт. Это «Бакс Ман». И именно поэтому я не рассказывал вам о всех критериях выбора обменных пунктов на примере этого направления, потому что здесь всего лишь один обменный пункт. Почему всего один обменный пункт? Дело в том, что я записываю это видео в тот день, когда это направление только открылось. То есть на BestChange оно только что появилось. Вчера или сегодня. Ну, я узнал об этом сегодня и сразу записываю видео. То есть буквально вчера-сегодня появилось, поэтому обменные пункты еще пока не подключились. Но я уверен, что буквально через несколько дней, через неделю или может побольше этих обменных пунктов уже будет гораздо больше. Поэтому нам здесь выбирать не приходится. Мы видим, что есть огромное количество отзывов. То есть обменник работает очень давно. Мы можем на него перейти, посмотреть, почитать. Ну, я сейчас для ускорения записи видео не буду делать этого. Это вы сможете сделать сами. Посмотрим на значки, которые имеются у этого обменного пункта. Принимает средства через сторонние платежные системы. Курс может потребовать верификацию в ручном или полуавтоматическом режиме. И указанный курс обмен включает комиссии. Комиссия взимаемой с отдаваемой валюты. То есть этот курс уже с учетом комиссии. 1 тонн 196 рублей 4107 копеек. Для того, чтобы совершить обмен, нам нужно перейти в этот обменный пункт. Нажимаем на название пункта. Да, и еще не обратил ваше внимание на то, что в этом обменном пункте минимальная сумма покупки 5 тысяч рублей. От 5 до 140 тысяч рублей мы можем купить монеты тонн. Итак, на сайте обменного пункта мы выбираем направление. Сбербанк. В каких-то обменных пунктах это направление поставляется сразу. Оно берется из мониторинга обменников. В каких-то пунктах приходится этот выбор делать заново. В данном случае, насколько я понял, уже все выбрано. Да, вот отдаете Сбербанк на тонн Коин. Давайте 5 тысяч. Мы получим 25,81 и так далее тонн. Вот здесь ниже цифры 14457. Это, насколько я понимаю, резерв у данного обменного пункта. Далее мы вписываем номер карты отправителя. ФИО владельцы карты полностью. Емейл ящик или телеграм. Также указано, как это писать. Кошелек для получения, который вы берете из своего кошелька. Тонн Кипер. Честно сказать, что такое мемо, я не знаю. Код купона при наличии тоже непонятно. В общем, эти поля мы можем оставлять незаполненными. Если потребуется их заполнять, то можно всегда спросить в поддержке, что за такие поля и что сюда вписывать. Я, честно сказать, не знаю, что такое мемо. Далее здесь убедитесь, что вы выбрали валюту для получения именно тонн Коин. И ниже нажимаете начать обмен. Продолжать обмен сейчас я не стану, потому что мне не нужны монеты тонн в данный конкретный момент. Но я расскажу в двух словах, что произойдет дальше. После того, как вы заполнили все поля, нажали на начать обмен, вас переадресуют на страницу, на которой будут указаны реквизиты для перевода 5000 рублей. Либо будет поле для ввода ваших данных карты для автоматического списания 5000 рублей, как будто вы покупаете в интернет-магазине. Опять же, за это беспокоиться не стоит. Сервисы проверенные, надежные. Всегда можете посмотреть, что есть защищенное соединение с этим вот значком, закрытый замочек. И я тоже уже много раз обменивал именно таким способом. И после того, как вы совершили оплату или перевели средства на указанные реквизиты, на указанный номер банковской карты, проверяется приход этого платежа. И после этого на ваш счет, указанный вот в этом поле, зачисляется необходимая сумма, которая указана, соответственно, вот здесь. При этом обновлять страницу чаще всего не требуется. Там все происходит в автоматическом режиме. Будет указано, что обмен совершен. Как мы видели из отзывов, проходит примерно 10-15-20 минут. Итак, вы узнали, как купить монеты ТОН с помощью мониторинга обменных пунктов bestchange.ru. Также хочу напомнить, что с помощью этого же мониторингового сервиса вы можете найти обменный пункт, где обменять уже непосредственно монеты ТОН на рубли. То есть сделать обратный обмен. Или обменять монеты ТОН на какую-либо другую криптовалюту. В общем, как я уже говорил, направление может быть масса самых-самых разных вариаций. Выбирайте то, что вам необходимо сделать, в каком направлении вам нужно поменять ту или иную валюту. Находите обменные пункты и совершайте обмен.